Девочка-пай 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 Сегодня город, протянувшийся более чем на 1600 квадратных километров, оплетает сеть каналов и скоростных шоссе, построенных на сваях как неудавшаяся попытка уменьшить интенсивное уличное движение. Девочка-пай Монастыри и храмы, окруженные высокими стенами, островок мира в этом хаосе. Гениальные живописные живописные шедевры буддистской архитектуры дают возможность увидеть эклектическую сторону Бангкока. Большой дворец. Главный вход охранů Главный вход охранят шестиметровые демоны с головой чудовище и человеческим телом. Красочные и сверкающие скульптуры, держащие в руках широкие мечи, включены во все путеводители по Таиланду. Они также характерны, как и блестящие буддийские храмы с необычными крышами ваты, которые они охраняют. Крытую колоннаду, окружающий храм, украшают сцены из Рамакеена. Это тайский аналог известного индийского эпоса «Рамаяны», который с незначительными изменениями известен во всех соседних странах. Это запутанная история Ситы, прекрасной жены короля Рамы, которую выкрал жестокий король демонов, но в итоге спасенной при содействии Ханумана, хитрого короля обезьян. Это всего лишь одна из многочисленных сцен, изображенных на крупных фресках. Рамакеен также сделал свой вклад в искусство танца. В зрелищном 6-8-часовом шоу под названием «Кхон» танцоры в костюмах животных, демонов и чудовищ исполняют многие сцены из эпоса. Буддистские верующие приходят сюда снова и снова, чтобы зажечь свечи и благовония, принести подношение своему Богу и помолиться. Программа местных школ требует всесторонних знаний о королевском дворце и храмах. Иностранцы поражаются архитектуре живописных монастырей, наполненной красками и деталями. Удивительно, если задуматься, сколько терпеливого труда ремесленников потребовалось для всего одной колонны или оконной рамы. Украшения из осколков зеркала и золотых чешуек покрыты толстым слоем стекла, который придает им необычный блеск. Самая почитаемая статуя Будды в Таиланде – изумрудный Будда ростом всего лишь 75 см, который находится в Ад Пракео. Несмотря на его название, он вырезан из нефрита. Первые упоминания о нем датированы 1436 годом. Вероятно, он был сделан в Чианграе, где какое-то время хранился. Он был обнаружен после ужасной бури. Это священный талисман династии Чакси, поэтому одно из основных религиозных занятий правящего короля – одевать статую каждую пору года, потому что к ней больше не может прикоснуться никто из человеческих существ. В жаркий сезон статуя носит золотую тунику, украшенную бриллиантами, а в сезон дождей – золотую мантию, в сезон холодов – золотое платье, покрытое эмалью. Миниатюрные серебряные золотые деревья, украшающие алтарь – это подношения от принцев Лаоса и Малайзии. Белые постройки настоящего королевского дворца спроектировал британский архитектор в XVIII веке. Строение вокруг дворца включает в себя залы коронации, приемов, залы для аудиенций и комнаты для личных встреч. Его Величество живет в современном дворце Четролада и использует эту резиденцию для официальных случаев, таких как прием иностранных послов. На другой стороне дворца, за бывшими стойлами для слонов, находятся здания Министерства финансов, Министерства юстиции и других правительственных структур, а еще здесь расположен музей Королевской гвардии. Большой дворец закрыт во время королевских визитов и по праздникам. Цветочные рынки Цветочные рынки очень популярны во всем Таиланде. Жаркая влажная погода очень благоприятна для выращивания бесчисленных красивых цветов. На рынке умелицы делают маленькие венки и гирлянды, которые не только возлагаются в буддийских храмах. Еще люди предпочитают вешать их на лобовое стекло машин, как талисманы. Их можно купить на любом углу возле светофора. Здесь очаровательные орхидеи и бромелии считаются обыденными цветами. Цветы – недорогой и популярный подарок. На улицах можно увидеть много людей с роскошными букетами в руках. В каждом районе Бангкока есть несколько цветочных рынков. Храмовый комплекс Ват-Пхо был построен в XVI веке. Это старейшая и самая большая группа храмов в Таиланде. На его территорию 8 гектаров ведут 17 ворот. Сегодня здесь живут 300 монахов. Легенда гласит, что король Рама I прошел через вход со стороны дороги Санам-Чай 6 апреля 1782 года после триумфа его военной кампании в Камбодже. С тех пор эти ворота открывают только по большим праздникам, а 6 апреля стало днем основания династии Чакри. Монахи с особой заботой восстанавливают те части зданий, которые пострадали во время сезона дождей, да и труд садовников заслуживает высших похвал. В основном в храм бронхманского происхождения, символизирующий мужественность, находящийся в западном дворе, паломничают молодые пары, которые хотят иметь детей. Статуи в саду из Китая, так же, как и сад камней с водопадом. Основная достопримечательность в Ак-Пхо – гигантский лежащий Будда длиной в 46 метров и высотой в 15 метров. Верующие говорят, что Будда вернется в Нирвану в этой позиции сна. Огромная скульптура из гипса позолочена умелыми мастерами, а на статуи поменьше посетители обычно приклеивают золотые лепестки размером с марку. Ступни большой статуи инкрустированы жемчужинами в форме узора, который представляет 108 добродетелей Будды. Учитывая, что ноги и ступни в буддизме играют второстепенную роль, этот метод изображения довольно необычен. Звон монет, бросаемых на металлические подносы, никогда не стихает. В Таиланде невероятное количество храмов – более чем 20 тысяч. Только в Бангкоке их 400. Архитектурный облик часовен, колоннад, внутреннего убранства дворов и более чем 70 чеди в храмовых комплексах имеют особое значение для буддистов. 20 маленьких искусственных холмов во дворе с камнями из разных частей страны – не только символы. Они интересны с точки зрения геологии. Ватпхо – приют для центра тайского массажа. Монахи в оранжевых рясах будут рады сделать посетителям массаж шеи, спины или плечей – за небольшое пожертвование. Ватпхо, который, подобно другим буддистским монастырям, работает не только как храм, но и в качестве социального центра и школы, также преподают древнюю науку массажа. Во внутренних часовнях Ватпхо есть изображение мест, где были найдены следы ног Будды. Два из них в Таиланде, возле Сарабури и Чиангмай. Богатство Ватпхо продолжает расти за счет дорогих подношений от богатых верующих и буддистских монастырей за рубежом. Чаупхрая Клонг Чаупхрая, мать Вот, рождается в северных горах и течет через Бангкок в Сиамский залив. Это главная река Таиланда. Когда была разрушена Аютхая, генерал Чакри, который позже стал королем Рамой I, обозначил место новой столицы в изгибе реки ниже по течению, в Тханбуре. Слово «банг» означает «поселение на воде». Две трети населения Бангкока раньше жили в домах на сваях, построенных на воде или болотах. Каналы служили улицами и по ним скользили тысячи лодок, поэтому название «Восточная Венеция» вполне заслужено. Такая ситуация изменилась только в прошлом веке в связи с хаотичным ростом города. Сесть в типичную длинную лодку на Чаупхрая и плыть мимо медленных барж, лодок, перевозящих рис и водных автобусов все еще остается экзотикой. За монастырями и простыми деревянными хижинами на горизонте виднеются небоскребы, здания офисов и банков, торговых центров и роскошных отелей. Но если вы свернете с реки на маленький Клонг, это искусственный канал, вы все еще сможете увидеть картину, поражавшую путешественников викторианской эпохи. Отец повести о море, Джозеф Конрад, также написал несколько новелл об этом экзотическом водном мире. Каждый турист, посещающий Бангкок, должен совершить такую прогулку. Однако здесь лучше не искать плавучий рынок. Несколько лодочников, продающих дешевые сувениры, всего лишь жалкое подобие суеты плавучего рынка в ста километрах к северу отсюда. Проплывать по каналам мимо домов на сваях – все равно, что заглядывать в чужие жилища. Местные жители живут своей жизнью, не заботясь о туристах, в домах, в которых часто даже нет дверей. Несмотря на то, что они стали пить бутилированную воду, местные все еще стирают одежду и моют посуду в водах канала, куда также стекают канализационные воды, что не мешает людям купаться в жаркие дни. Соседи часто сидят в лодках, общаясь с хозяином дома, который отдыхает в гамаке на затененной террасе. Здесь немного признаков нового тысячелетия, но можно заметить два ощутимых анахронизма – спутниковые тарелки и мобильные телефоны. Многие монастыри были построены так, чтобы один из дворов выходил на канал. В то время как вдоль широких авеню раскинулся современный мегаполис, река и клонги открывают жизнь бедных слоев. Среди жителей каналов много эмигрантов. Субтитры подогнал «Симон» Самый красивый и самый типичный вид речной части Бангкока – Ват-Арун, храм рассвета. Пранг, высотой в 140 метров, построенный на трех террасах, был назван в честь индийского бога рассвета Аруны. Пранг – не что иное, как прямоугольная чеди, построенная в кхмерском стиле. Чеди – более простая и часто встречающаяся разновидность ступ, но в обоих обычно содержатся останки Будды и прах святых монахов или прилатов. В основном пранги можно увидеть в Сукхоттае и Аютхае, в городах, построенных по модели Ангкорватта в Камбодже. Ват-Арун великолепно смотрится на рассвете, утверждает, что генерал Токсин приехал сюда из осажденной Аютхае в этот ранний час, откуда и возникло название храма. Но река также привлекает людей на закате или когда появляются ночные светила. Возле Ват-Аруна содержатся королевские баржи. Эти суда с высоким носом, богатоукрашенные резьбой, появляются на реке по главным праздникам. Супханагонг – длиной в 43 метра, личная баржа короля. На носу у нее позолоченный лебедь, и король восседает на троне с балдахином в центре судна. Дирижер, который устанавливает ритм, управляет 54-мя грибцами, одетыми в пурпур. Каждый год в день праздника Катхин парадом из 35 лодок отмечается конец сезона мусонов. В это время года верующие покупают новую одежду монахам, и король подает им хороший пример. Еще устраиваются состязания по гребле, фейерверки, фестиваль свечей, карнавал цветов и королевская церемония вспахивания. А если этого недостаточно, есть еще множество других религиозных праздников. Однако на Чаупхрае есть много захватывающих развлечений и по будним дням. У китайского квартала, как и везде в мире, своя жизнь. Он и сам по себе достаточно интересен, но большинство людей посещают его ради ват-троэмита. Достопримечательность этого храма – трехметровая статуя Будды из чистого золота весом 5,5 тонн, пережившая много приключений по пути на нынешнее место. Для того, чтобы защитить ее от нападения бирманцев, тайские монахи покрыли скульптуру серой глиной. Их усилия были успешны. Очень успешны, так как статуи обнаружили лишь случайно, когда во время транспортировки она упала с подъемного крана и за отколовшейся глиной оказалось золото. Сегодня это одна из основных достопримечательностей Бангкока. Здесь всегда людно. Она особо популярна среди паломников из соседних азиатских стран. В 14-м, а потом в 18-м столетии сюда приглашали китайцев в надежде, что они помогут в развитии здешней экономики и торговли. Сегодня 2% населения Бангкока – китайцы. Будда родился раньше Христа на 543 года, и это стало основой для буддистского календаря. Здесь другой отсчет лет, и китайский Новый год празднуется в начале февраля, а не в январе. Празднества длятся пять дней вместо одного. Если вы посетите место, где живут китайцы, можете ожидать красочных парадов, воздушных змеев, взрывов петард и фейерверков. В этом китайский квартал в Бангкоке похож на все другие. Субтитры создавал DimaTorzok Комплекс храмов Золотой горы, размер которого приблизительно с небольшую деревню, вместилище для самой большой и ценной буддистской библиотеки в мире. Золотая гора Так как в Айотхайе был искусственный холм, король Рама III приказал, чтобы в Бангкоке создали такой же. Но из-за болотистой, мягкой и рыхлой земли это стало настоящим вызовом и потребовалось 50 лет, чтобы насыпать холм в 78 метров. На его вершине расположен монастырь Аватсакет, из которого открывается прекрасный вид на город. 318 ступенек ведут на смотровую площадку, и пейзаж прекрасен в любое время суток, а закат изумителен. В ноябре, когда больше всего выходных, много людей со всей страны поломничают в Аватсакет. Море фонарей и свечей освещает ступени ночью. Днем здесь выступают акробаты, пожиратели огня, заклинатели змей и другие умельцы, а у подножия лестницы проводятся ярмарки. В коридорах монастыря стоят разнообразные воплощения Будды, покровительствующие людям, рожденным в разные дни недели. Еще здесь можно увидеть не только тайские, но статуи Будды, высеченные по китайскому образцу. Скульптура стоящего Будды была привезена сюда из Сукхатхая. В большой золотой индийской чеди содержатся останки Будды, преподнесенные в дар маркизам Курзоном, вице-королем Индии. Королевская церемония помещения состоялась в 1898 году. Нынешний король Таиланда – чрезвычайно популярный Бумипол Адульедеш. Его правление самое длинное в династии Чакри. Он родился в 1927 году в США и был коронован в 1946, после смерти брата. Он прекрасный джазовый композитор, и это он написал национальный гимн Таиланда. У него нет реальной политической власти, но его величество и королева Сирикит наделены значительным влиянием и авторитетом. В 1932 году страна стала конституционной монархией, и в память об этом был воздвигнут монумент демократии. Возле него стоит дворец Национальной Ассамблеи или Парламента, в неоклассическом стиле, построенный в 1907 году. Мраморный храм Мраморный храм – жемчужина современной тайской архитектуры. Стены и двор отделаны белоснежным каррарским мрамором. Его тайское название «Монастырь Пятого Короля» относится к храме Пятому, заказавшему строительство. Каждый буддист становится монахом на определенном этапе жизни, некоторые только на неделю, а некоторые на всю жизнь. Нынешний король провел свое монашество здесь, в мраморном храме. Все направления тайского искусства присутствуют в этой эклектической группе зданий, как и разные стили китайской, индийской, японской и тибетской архитектуры. В отличие от других ватов, этот храм окружен не сплошной стеной, а железной оградой, через которую просматривается захватывающий дух парк. Более 50 статуй Будды разных эпох и стилей представлены в Каланаде. Их привезли сюда из монастырей по всему Таиланду. Ворота охраняют две статуи мифических львов. Среди многочисленных скульптур – работы в стилях двороватти, лабури и аютхай. Особо выдающаяся особенность двора – дерево бодхи, семя которого, как говорят, взято с родины Будды. Каждое утро монахи выстраиваются за подаянием, под этим столетним деревом. Их дом отделен от храма каналом. Парк с его фонтанами и лавочками для мероприятия. Медитаций – настоящее место отдыха. Туристы также могут сделать здесь перерыв прогулки, чтобы немного отдохнуть. В одном из павильонов находятся барабаны и другие традиционные музыкальные инструменты Таиланда. Невозможно составить полную картину Бангкока, не посетив достопримечательности, находящиеся недалеко от города. Плавучий рынок Дамноэн Садуак – настоящий плавучий рынок с удивительным водоворотом цветов, форм, звуков и запахов. Жизнь на каналах такая же, как и в Бангкоке, только здесь намного больше зелени. Пальмы не только создают тень, некоторые люди даже собирают урожаи кокосов у себя во дворе. Большие дренажные территории рек – прекрасное место для выращивания риса и других культур, так как наводнения приносят сюда плодородный ил. Все больше людей решают жить в домах на сваях, но не по причине бедности. Район все более популярен среди состоятельных местных жителей и иностранцев. Здесь необычная атмосфера, да и кочевой образ жизни в какой-то мере привлекателен. И хотя лодки не так напичканы удобствами, как дорогие машины, в них намного больше воздуха. На рынке вас поразит суета, характерная для Южной Азии. Часто 50-60 лодок лавируют в попытках добраться до покупателей, стоящих на берегу или тоже сидящих в лодке. Здесь можно найти все что угодно. Выберите себе немного ананасов, манго, бананов, помелу или нефелиум из больших красочных куч, или овощи, баклажаны, пекинскую капусту, цукини и томаты. Другие предлагают сувениры, деревянные фигурки, самодельную бумагу, зонты, бабочек на шпильке, веера, оловянные кружки и, конечно же, соломенные шляпы, как у уличных торговцев. Таиланд был всегда знаменит своими ремеслами. Умельцы создают множество красивых вещей со вниманием к деталям, чувством стиля и невероятным терпением. В основном они занимаются этим искусством на улицах, на рынках или в деревнях ремесленников. Вы можете полюбоваться сувенирами из олова, серебра, бамбука, лака, бумаги, дерева и купить их. Центр рынка – мост через Клонг. Но еду и напитки можно найти где угодно. У людей есть грили на углях, даже на лодках, на которых жарят курицу, рыбу, креветки и подают их в пакетиках с рисом. Также можно купить сосиски на шпажках, мясные шарики и куриную грудинку или порцию одного из многочисленных свежих салатов. Здесь также широкий выбор свежих тропических фруктов и овощей. А любителям фото и видео представится множество возможностей потратить деньги на свое хобби. Ну а те, кто любят шоппинг, но они тоже не уйдут с пустыми руками. Субтитры создавал DimaTorzok Рынок открыт с раннего утра и до вечера. Нелегко сказать прощай этой оживленной суматохе. Река Квай Недалеко от плавучего рынка находится известный мост через реку Квай с Дорогой Смерти, проходящей по нему. Вот как описал мост Пьер Буль. После подъема по самому изнурительному склону он достиг вершины холма, с которого видна была вся долина. И перед ним внезапно возник мост, тянущийся через реку Квай. За несколько сотен метров внизу между гигантскими джунглями тонкой лентой пролегла река. Он мог различить идеальную геометрию бревен, из которых был сооружен мост. Эту железную дорогу построили 300 тысяч азиатских и 60 тысяч английских, французских, австралийских, новозеландских и датских военнопленных. Жестокость японской стражи, голод и нехватка питьевой воды стали причиной смерти 16 тысяч пленных. Музей и кладбище, построенные на территории бывшего концлагеря, посещают не только родственники жертв. Сейчас отчасти биографический роман Пьера Буля стал классикой, и благодаря ему миллионы людей узнали историю моста через реку Квай. Ближе к концу Второй мировой войны истребители с Цейлона разрушили деревянный мост. Мост, который можно увидеть сегодня, построен после войны, в 300 метрах от прошлого места. Во время прогулки по мосту может показаться, что вы слышите музыку из фильма, выигравшего приз Киноакадемии. Слоны стали частью флага Сиама в давние времена, когда 80% страны покрывали тропические леса. Однако территории лесов сократились до четверти прежних размеров, а охота на слонов, часто незаконная, вызвала резкое сокращение популяции слонов. В Таиланде живут более 13 тысяч толстокожих. Эти индийские слоны меньше в размерах и лучшей комплекции, чем их африканские сородичи. Только индийских слонов можно приручить и использовать для работы. И правда, ими часто заменяли трактора и силовые машины для очистки, заготовки и перевозки лесоматериалов. На севере все еще много слонов, которых используют как рабочих животных. Однако с видоизменением экономики многие слоны нашли новую работу в туризме, как и погонщики. Выступления слонов – популярное развлечение для туристов в Таиланде, и многие приходят сюда ради особого сафари под названием треккинг на слонах. Слоны размножаются только в благоприятных условиях. Период беременности составляет 24 месяца, но роды занимают не более часа. Слонята могут весить 100 килограммов, и вначале их тела покрыты толстой грубой щетиной, которая со временем выпадает. По словам экспертов, эта щетина – доказательство принадлежности слонов к той же семье, что и мамонты. Детеныши вместе растят самки стада. Главу называют альфа-самка. Самцы покидают стадо в возрасте от 5 до 10 лет, а самки всегда держатся вместе. Естественная среда обитания слонов – влажные джунгли и болота. Они любят купаться и валяться в грязи. Грязь защищает их кожу от паразитов. Слоны едят по 16 часов в день, а их тело использует где-то 40% общего количества потребляемой ими энергии. Слоны, живущие среди людей, очень привязаны к своим хозяевам. Они могут запомнить и выполнять около 30 разных команд. Погонщик, тот, кто сидит на шее у слона, управляет им, стимулируя пальцами на ноге нежную кожу ушей животного. В прошлом слонов использовали не только для работы, но и в военных целях. Самые уязвимые части тела этих больших животных – ноги, поэтому раньше были бойцы, специально обученные защищать их. В городе Сурин старые битвы воспроизводятся на ежегодном празднике. Белые слоны встречаются очень редко. Если кто-то ловил такого слона, он должен был отдать его королю. Слоновий парк Сайёк находится на берегу реки Квай, в 50 километрах от города Канчанабури. Здесь вы можете покататься на слонах, а также посмотреть шоу с их участием. В основном покрасоваться любят игривые молодые слоны. Они делают посетителям тайский массаж, просят плату, а потом идут в магазин покупать бананы. Аютхайя Аютхайя – древняя столица. Это потрясающее зрелище даже в руинах. Её храмы из необожжённого кирпича в кхмерском стиле окружает густой зелёный парк. Исторический город зарегистрирован в списке объектов мирового наследия ЮНЕСКО. В основном это музей под открытым небом в центре всё ещё функционирующего города. Он был построен на острове в 80 километрах от Бангкока. Его окружают три реки – Чао Прая, Пасаак и Лабури. Архитектура Аютхайи напоминает кхмерский дворец и храмовый комплекс Ангкор-Ват в соседней Камбодже. За толстыми стенами Аютхайи были построены королевские дворцы и более ста храмов, большинство из которых дошли до нашего времени, правда, в руинах. Памятники достаточно отдалены друг от друга. Между ними можно перемещаться на лодке или по земле на тук-туке. Аютхайя была столицей 417 лет. Она была разрушена в 1767 году. Тогда бирманцы сравняли с землёй большую часть города. Столица была экономическим, политическим, культурным и религиозным центром Сиама. Её основал король Раматибоди I, который победил кхмерскую империю в продолжительной борьбе, захватил Ангкор и использовал его как образец для собственной столицы. Уже в 1600-х годах путешественники из Европы, в основном датчане и французы, восторженно рассказывали о роскоши и богатстве города. Бирманская армия вторгалась в Аютхаю несколько раз. Много раз они сражались на боевых слонах с защитниками города. Королева Суриадхай, одетая как простой солдат, умерла в одной из таких битв. Она сумела спасти своего мужа, бросившись на копьё, предназначавшееся ему. Святына Чеди с её земными останками не завяли до сегодняшнего дня. В центре руин стоит древний дворец. Группа дворцов, украшенная замысловатой резьбой и построенная на месте уничтоженного королевского дворца. Рядом располагается Ват-Пхра-Си-Санпхет, который раньше был главным храмом города. Чеди в его саду содержат прах королей. И вот опять привычная глебина. Скульптуры необыкновенно малы, но проработаны в деталях и артистичны. В храме находится восковая статуя очень уважаемого главы монашеского ордена, помещенная здесь в годовщину его смерти. Статуи Будды в саду одеты в такие же шафранки, как и у монахов, пхикку или у самонера. Раскопки все еще продолжаются. Найденные фрагменты статуй долго реставрируются и возвращаются на место. Каждый турист просто обязан увидеть голову Будды, которая пережила рискованное путешествие, прежде чем закончить там, где она сейчас. Кусок статуи был спрятан под деревом тайцами, бежавшими от бирманской армии, и корни обросли его как защитный слой. Еще один большой храм в руинах – Ваджайчхай, который был местом жительства монахов, возвращающихся из Сейлона. В центральном пранге Вадмахатхат высотой в 50 метров содержатся ценные останки Будды. Но работники, которые реставрировали храм Вад Радчхабурана, сделали даже более интересную находку. Открыв крипту, они обнаружили 100 тысяч деревянных табличек. Выручку от их продажи использовали для основания Национального музея Аютхайи, в котором содержится коллекция из множества ценных экспонатов. Однако в Тайском национальном музее в Бангкоке есть также сокровища из этого места. Продолжение следует... Паттайя Паттайя – один из двух больших райских уголков у моря. Он значительно ближе, чем Пхукет. До Паттайи можно доехать за два часа на автобусе, в то время как до Пхукета нужно лететь на самолете. Название пляжного курорта, расположенного в Сиамском заливе, означает «юго-восточный ветер». За прошлые 20 лет маленькая рыбацкая деревушка переросла в курорт, популярный в международном масштабе. Причина, по которой Паттайя стала таким известным местом, это то, что климат здесь приятный за исключением сезона дождей. Курорт безопасен и предлагает много возможностей для развлечений и отдыха. Вместе с внезапным увеличением числа туристов, чистота пляжа стала вызывать сомнения. Но все это в прошлом. Сейчас, по их словам, они не щадят усилий и денег для поддержания идеальной чистоты. Цены здесь ниже, чем на других популярных курортах мира. Вы можете арендовать зонты и шезлонги за считанные пенни. А работники даже следят за тем, чтобы передвинуть их, когда сдвинется тень. Вода теплая и неглубокая. И здесь есть больше программ, чем смогло бы вписаться в обычный отдых туриста. Катание на водных лыжах, серфинг, прыжки с парашютом, лодки-бананы, теннис, стрельба из лука, бадминтоны-волейбол, боулинг-гольф и сквош. Всего немногое из возможного. Здесь много мест для дайвинга, а те, кто не хочет купаться в море, могут пойти в пресноводные бассейны парка Паттайя, в которых даже есть водные горки. Много лодок отправляется с пляжа, к примеру, на остров Саммет неподалеку, который является заповедником. На пляже длиной более 4 километров много отелей, ресторанов, баров и магазинов, борющихся за внимание посетителей. Помимо тайских заведений, можно также найти китайские, индийские и европейские рестораны, пирные пабы и ночные клубы. Музыка Здесь можно найти всё, что угодно, от уличных торговцев до огромных торговых центров. Оживлённая ночная жизнь Паттайи – ещё одно развлечение. Башня Паттайя предлагает экстремальное развлечение. Есть три способа спуститься с неё на канате. А внизу находится монорельсовая железная дорога и парк развлечений. Субтитры подогнал «Симон» Великолепный буддийский храм Паттайи присматривает за курортом с вершины холма. Перила вдоль лестниц буддийских храмов и монастырей украшены извивающимся телом так называемой «змеинага». Пятидесятиметровая лестница храма Паттайя – не исключение. Мысль о том, что змея может ожить, заставляет посетителей вздрогнуть. Что ж, на севере Таиланда выловили мёртвую змею длиной пятьдесят метров. Это ощутимое доказательство того, что скульптуры были вдохновлены реальными животными. Не только туристы восхищаются позолоченными статуями Будды. Многие люди приходят сюда из соседних деревень помолиться и выполнить обязательство перед религией – благотворительность. Они любят покупать певчих птичек в клетках, чтобы выпустить их на свободу. И ещё одна форма благотворительности – жертвовать расфасованные наборы, в которых содержатся туалетные принадлежности и моющие средства для монахов, но они будут рады принять и свечи, и благовония. Нонг-Нуч Тропический сад Нонг-Нуч в пятнадцати минутах от Паттайи – незабываемое зрелище. Это настоящий ботанический сад и зоопарк, приправленный шоу и другими развлечениями, такими как миниатюрная версия Стоунхенджа. Здесь можно найти всё, что относится к ботанике – от пальмовых деревьев до кактусовых и каменных садов. Можно покататься на слоне или взять мини-вэн для перемещения по территории. Фермы орхидеи, бромелий, тропические теплицы – популярные места в Таиланде, но самый большой и необычный – Нонг-Нуч. Ботаники и любители цветов могут провести здесь весь день, любуясь красотой растения и открывая всё новые и новые виды. Помимо тропических растений, в садах в французском и английском стилях можно найти европейские растения. Здесь постоянно есть вода в виде фонтанов, каналов или прудов. Вы даже можете покататься по озеру на водном велосипеде. Маленький музей – ещё одна достопримечательность. В нём показана жизнь в селе в былые времена, а также музыкальные инструменты и статуи. Можно подивиться ярким птичкам и бабочкам, которых множество в тропиках. Красочные выступления тайских фольклорных ансамблей и шоу слонов развлекают туристов. Но настоящее развлечение – зоопарк, где можно гладить животных. В других странах это означает гладить коз, антилопы или зебр. Но здесь можно взять на руки обезьян, обнимать пантеры, тигров и даже сделать фото или снять видео в доказательство вашей смелости. Мини-Сиам Совершенно другое зрелище вас ожидает в мини-Сиаме возле Паттайи. На половине его территории находятся уменьшенные копии известных зданий постройки Европы и мира. Здесь есть маленькая Эфелева башня, рядом церкви с луковичными куполами, римский колизей, египетские статуи и венский монумент. Строения располагаются в аккуратном парке, а дорожки извиваются среди маленьких прудов. Вы можете шагать, как гульвер, не только между разными странами, но и перемещаться по разным материкам за считанные минуты. Продолжение следует... Продолжение следует... На другой половине территории находятся маленькие модели основных строений Таиланда в масштабе 1 к 25. Здесь есть все достопримечательности Бангкока и Аютхайи, включая известные храмы, строения и памятники. Отсюда открывается лучший вид на большие просторы городов и руин. Как если бы вы смотрели на них с воздуха. Если сделать это место последней остановкой туристического путешествия, можно освежить в памяти волшебные моменты, пережитые в Таиланде. На русский язык, фильм озвучен, Плэнтейшн Продакшн Студио. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok